Здарова кэпы! Вы на канале Джонни Кэтсвилл. И первым делом я вас хочу поздравить с пятилетним игрой World of Warships. А это значит самое время сбивать суперконтейнер из десяток. В этом выпуске мы посмотрим с вами многострадальный кремль, но не обычный, а версия с уникальной модернизацией и кэпом Николай Кузнецов. Итак, что это такое? Мотка механизированное заряжение главного калибра. Снижает время перезарядки ГК на сразу 18%, но при этом отбирает у нас количество снаряжения одну штуку и дальность стрельбы также подрезают на целых 12%. Ставится она вместо привычных орудий главного калибра МДФК Ц3 в шестой слот. Кремль в обычном варианте с модкой, которая доступна всем. У него будет время перезарядки ГК 29 секунд, при этом дальность 20 с копейками. С уникалкой же время перезарядки станет 27,1 секунды, но при этом срежут дальность стрельбы и она у вас в результате будет 18,2 километра. В результате Кремль у нас получит повышение ДПМ в ближнем бою, потому что стрелять на 27 секунд в стоке, это без отчаянного даже разогнанного, это очень быстро. И противники, которые будут перед вами безнаказанно торговать бортом или делать циркуляцию, зная, что у Кремля там долгий КД, они могут на этом, конечно же, напороться, потому что они не знают, какая у вас скорость перезарядки, а у вас она быстрая и вы хоп, бац, дали ему в борт и ваншотнули. Потому что ДПМ действительно у вас серьезно вырастет. Да, дальность стрельбы маленькая, и у многих линкоров на 8 уровне она будет больше. Что уж говорить, вам придется смириться с тем, ведь крейсера, у которых дальность стрельбы 20 километров, вас будут безнаказанно поливать, а вы до них просто не достанете. Также, например, засветится Москва бортом на дистанции 19 километров или АФК-авик, вы до него просто не докинете. Но на самом деле не все так плохо, ведь Кремлю, в принципе, дальность большая не нужна, ведь это линкор ближнего боя, поэтому с этим, конечно же, можно смириться и просто играть от ближней дистанции. Такая версия Кремля не подойдет в соревновательные режимы и, конечно же, клановые. Это исключительно пофанится в рандоме, ведь она подчеркнет способность Кремля в ближнем бою наносить большее количество урона из-за выросшего ДПМа. Не забываем то, что нам подрежут аварийку на одну штуку и ремонтную команду. Станет у нас 4 заряда с суперинтендантом, подчеркиваю, которого вам придется брать обязательно на этот корабль. Тратим аварийку мы исключительно на тушение двух поджогов, либо на затоп, и тогда вам на бой, в принципе, хватит. Где-то из 8 из 10 боев вы спокойно, ну как бы, вам хватит 4 заряда. С ремонтными командами ситуация сложнее, 3 это катастрофически мало. Однако версия у нас Кремля непростая, именно с Николаем Кузнецом, который вы должны обязательно брать, если хотите сочетать эту модурку с возможностями корабля. Ведь Кузнецов обладает талантом более к победе, и если у вас у Кремля станет мало ХП, то сработает небольшая вот хилочка, и она компенсирует отсутствие ремонтной команды одной. Также билд кэп у вас будет на экране. Здесь мы берем противопожарку, инвиз, обязательно отчаянный, точнее, ну да, отчаянный суперинтендант, чтобы зарядов стало больше. Без него у вас будет просто 3 ремки, 2, точнее 2 ремки и 3 аварийки, это очень мало. Можно взять уникальный талантмастер на все руки, поворот башен нам не нужно, они так быстро крутятся. Вышеную готовность брать также не нужно, потому что у вас всего лишь 4 ремки, точнее аварийки, вам как бы не нужно делать так, чтобы они быстрее перезаряжались. Просто это, в принципе, бессмысленно. А модерки у вас также были перед глазами. Вот, напоминаю, такой билд. В 4-й слот советую взять энергетическую установку, и, понятное дело, мы тестируем уникальную модерку. Собираем корабль и идем в рандом, где я вам покажу бой, в котором я играл именно в данной конфигурации этого корабля. Попал я на карту Слезы пустыни, регулируем у нас эпицентр, и 2 шамакадзе во вражеском команде, это для нас очень опасно. Иду я на Кремля за грозовым, хочу я пойти на правый фланг, потому что там чуть побольше островов, у нас дальности стрельбы вообще никакой нету, всего лишь 18 километров, а это значит, нам нужно играть больше от камней и как-то стараться сближаться с противником. Модерка подойдет именно для тех людей, кто любит агрессивный геймплей. Кремлеводы, которые стараются работать с дальней дистанции, на километрах 19, на границе вот этих 18, она не подойдет. Только одна лишь сплошная агрессия. И при этом, для тех игроков, кто умеет позиционировать, вовремя прожимать ремки, аварийки, чтобы не расстраиваться, потому что зарядов у вас на самом деле очень-очень мало. Но, опять же, мне она понравилась, и ее стоит рассмотреть к покупке. Конечно, есть модерки поинтереснее на другие корабли, но на Кремле она также обладает своими плюсами, поэтому не стоит ее списывать со счетов, а обязательно взять какой-нибудь пятый ее в бюро исследований, ну или четвертый в списке по порядку хороших модернизаций. Итак, переключимся на бой. У нас уже упал один эсминец. Я вижу, что вражеская симка на центре, она откидала торпеды, поэтому самое время пройти вот этот вот небольшой проливчик между двумя камнями, пока у нее КД торм. Москва подставляет борт, пробуем зарядить ББшки, до нее мы пока что достаем, но он понял, что мы в него кинули и отвернул в результате все мимо. Кремль сейчас, конечно, играется намного менее комфортно, потому что ПВО вообще ломается в легкую, орудия стали какими-то косыми, снаряд летит дольше, поэтому жизнь его тяжела. И из-за этого реально вам придется сближаться, потому что он и так кидает издалека ни о чем, а вблизи вы также будете удивляться, что Кремль почему-то там ни в кого не попадает. Ладно, не суть. Вижу линкор Конкерер, ставлю на него носик, потому что если он заряд ББшки, он нам может сделать очень больно. Видите, один поджог я не тушу, ни в коем случае этого не делайте. И мне пришлось уйти, потому что там на центре симка безнаказанно будет закидывать у меня торпеды. Сделать я ничего не смогу, а ловить их не хочется. Конкерер предательски отсвечивается. Кстати, в полной маскировке у меня также незаметность хорошая, 13.4, она вам поможет сближаться с противником и удивлять его тем, что такая большая махина перед ним, прямо перед глазами появилась. Невский, тут решил выйти за камни и делает ошибку. ХП у него и так нет, ставит он борт. Лупим по нему и, хоп, все, цитадель, отправляем его в порт. Дальше я принимаю решение, нужно идти за Конкером, потому что если его оставить, он будет нас поджигать. Кстати, цель опасная для нас, легко, он нам будет вешать два пожара и его реально нужно минусовать. Наш Тандр Рассоюзный может продавить вперед, и тогда бы мы коня взяли бы в клещи. Я понимаю, что он медленный, он не может уйти так быстро, поэтому я решаю за ним гнаться. Пытаюсь подсказать Тандру, что давай, мол, вдруг пойдем заберем коня, потому что если его оставить, мы просто не выиграем. И слева у меня остается вражеский кремль, поэтому опасно эти два линкора бросать без внимания. Здесь, конечно, можно было отсветиться и уйти в центр, но все равно коня нужно ловить, тем более, вот, видите, обнаружен. У меня хоть маскировка хорошая, но британец пересвечивает меня. Жду я, когда он засветится. Он все равно близко, тем более по скорости я его догоню. Понь ставит безнаказанный борт, а это значит, надо его наказывать. Отправляем ББшки и надеемся, что будет стель. Нет, он чуть-чуть отвернул, а снаряды упали в воду. Подворачиваем третью башню. Конкера, кстати, на удивление, работает ББшками. И пока что, если он так и будет по нам долбить именно этим видом боеприпаса, мы его будем спокойно танковать. Ну вот, он включил свои термитные фугастики. И поглядите, как сейчас будет меня легко он поджигать. Два поджога, тратим аварийку. Именно для таких случаев она нам и нужна. Кстати, хочу сказать, что третью ремку я вам советую оставлять прямо на самый конец боя. Вот прямо на самый-самый-самый. Конкера ставит борт, еще раз заряжаем все наши три пушки. У нас большой калибр, мы должны его прям шотнуть. Вот он, прям чистым прямым бортом к нам. Проверяем, ну, выбедутся лиц тадельки. Пока что 26 тысяч, предательски немного. И он, британец, отвечает нам своим фирменным поджогом. ПВО у меня уже просто выбито в хлам. Поэтому я вам советую ставить мотку на живучесть, чтобы у мужичков, которые за этими установками сидят, хотя бы появились какие-то, не знаю, там, бронежилеты, которые позволяли им больше жить. Потому что без этого у Кремля, ну, просто ПВО в салат уничтожает от любого фугаса. И фантастический залп по лошади. Сразу на 46 тысяч 30 тадели. Бомбезный выстрел. Но сейчас не думайте, что прям все настолько круто. На Кремле играть реально как-то непонятно. Он хорошо танкует до сих пор, но, блин, какой же он стал косой. Я играл до этого в бои, ничего прям никому почти не могу сделать. Тут британец-то, он мягенький, и как-то получилось, что все в него зашло. Нужно нам блокировать эпицентр. Поглядите, то, что два внешних круга красные. И здесь, к сожалению, я был на самом первом кружке. Один его блокировал, но я хочу уйти в центр, поэтому никто не сможет пока блокировать внешний круг. И передо мной вражеское облачко. Догадайтесь, кто там, конечно же, Стимка. Стрелять мне ни в коем случае нельзя. Нельзя даже блондить по дымам, потому что тогда я засвечусь. Поэтому просто идем в режиме ниндзя и проходим эти дымы до ближайшего острова. Вообще не стреляем, нам делать это сейчас категорически нельзя. Там еще недалеко вражеский Кремль, который тоже будет опасен для нас, потому что если мы ему подставим борт, он нас пробьет. Симка повезло, что стоит в дымах, поэтому я безнаказанно перекатываюсь. Иначе он бы мог меня вообще легко закидать торпедами, даже спикировать. Вот видите, он фуловый, я бы его никак не снес ББшками. Иду я в центр к нашему Эльцмику. К сожалению, бой пока что идет вообще не в нашу пользу. У нас, во-первых, кораблей меньше и весь эпицентр красный, кроме серединки. Ни до кого я не могу дострелять. Как видите, да, это та участь с этой моткой, дальность маленькая. Но опять же, ближний бой наше все. И смотрим. Дэмойн появляется, он в 16.7. Прокинуть мы его можем, поэтому почему бы нет, пробуем. Ну, игрок догадался, видите, он подворачивает носик, поэтому, скорее всего, ничего в него не залетит. И самое главное, сейчас не подставлять вражескому Кремлю борт. Потому что он нас может покарать и наказать за это. Я хочу сейчас немножко по нему кинуть, потому что он тоже ко мне бортом. Тем более, смотрите, как я вовремя остановился. Тут две симки живы, и они дико спамят центр. Сейчас бы я выкатился бы и просто нажрался торпед. Кремль бортом. Пробуем, кидаем по нему ББшки. Надеемся, что что-нибудь да вылетит. Но, вот видите, он немножко подворачивает. И снаряды, ну, абсолютно не летят точно. Рикошет не пробить, и никакого урона нормального не получаем. Как видите, нам легчайшим образом Дэмойн корму поджигает. Но ничего с этим не сделать. Напоминаю, мы не тратим последнюю аварийку. Точнее, хилку до конца. Поэтому, хоть я могу сейчас восстановить боеспособность, я этого не делаю. Даю вперед, чтобы от Кремля убрать борт, но он мне прошибает корму. Ну, поглядите, я стрелял в него, ничего не было. Он мне прошибает с одного попадания цитадель. В копилке 148 тысяч урона. Это, в принципе, неплохо. Но, по сути, весь дэмэдж набит с коня. И все, это последняя моя хилочка. Понимаю, что, скорее всего, я и так тут не проживу. Поэтому прожимаем эту последнюю ремку. К сожалению, в Москве ставлю борт, но без вариантов. Тут нужно убирать от Кремля нашу уязвимую филейную часть. Но не успеваю я это сделать. Меня дико фокусит. В Москве, как бы, пытаемся ПБшками что-то сделать. Но, понятное дело, в нос. Она нас... Ну, мы... Ну, носом она будет стоять и, конечно же, танковать наши боеприпасы. Здоровье потихоньку тает. Как видите, три еще есть у меня аварийки. Надо было, конечно, их тратить на тушение одного хотя бы поджога. Но тут так бой сложил, что, в принципе, без вариантов. На самом деле, на один мы не тратим. И, что я хотел сказать, не переживайте, что у вас их станет четыре. На самом деле, если грамотно их использовать, вам, ну, реально их будет хватать. Йосина. Это первая цель для нас. Я ставлю нос для... Ну, на Москву и Кремль, чтобы они мне не пробивали. Заодно и на Ямато. И с японцем мы вытаскиваем хпшку. В носик мы его можем пробить. У него там 25 миллиметров. У нас калибр его прошибает. Ну, если не ошибаюсь, 25. 12 тысяч хп. Повезло нам, видите, Николай Кузнецов нам активировал талант. Немножко мы успели похилиться. Поэтому обязательно его берем в нашу сборочку на Кремль. И сзади, смотрите, обходит домой. Но разворачивать башню я уже на него не смогу. У меня и так тут здоровья нету. И японец нас забирает в порт. В любом случае, 170 тысяч урона. Такой достаточно показательный бой. Где я вам рассказал, что, да, доставать вы ни до кого не будете. Но ДПМ у вас очень хорошо возрастет. Это более агрессивный станет геймплей. Врывистый, да. И в отряде, почему бы нет, взять Кремль для продавливаемого направления. Еще крейсер в придачу и хороший эсмик. На этом видео будет походить к концу. Ребята, надеюсь, я вам преподнес интересную информацию. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и прожмите колокольчик. Дальше будет только интересней. Советую эту модку. Так что ее обязательно рассмотрите. Всем пока!